Айша Тухайба В первой типографии Дагестана Магомед Мирзы Мавраева набирали текст будущей книги по одной буковке. Затем делали оттиск на типографском станке. Бумага была из хлопка, а краска натуральной, например, на золе и рыбьем жире. Работа долгая и трудоемкая. Сейчас все намного проще. Эта печатная машина выпускает 12 листов в секунду. Да и при том качество лучше. Хорошая белая бумага и цветные иллюстрации. А весь процесс начинается с верстки и корректуры. Автор книги приносит свой текст этим людям. Они исправляют ошибки и в электронном виде отправляют его дальше, в проявочную лабораторию. Здесь уже текст автоматически наносится на алюминиевую пластину. Этот аппарат по принципу работы с кожи с лазерным принтером. Далее пластина пропускается через специальный раствор. И вуаля! Изображение на ней можно увидеть невооруженным глазом. Вот процесс проявления. Это пластина у нас синего цвета. Определяю по шкале. Теперь текст, нанесенный на пластину, отправляется в следующий цех, где его уже ждет печатная машина. Вот так выглядит листовая четырехкрасочная печатная машина. Бумага вставляется в приемный лоток и далее проходит через четыре отсека с краской. Желтый, красный, синий и зеленый. При смешивании этих цветов можно добиться любого желаемого оттенка. Бумага, которая отпечатана, идет уже на фальцовочный аппарат. Вот этот фальцовочный аппарат фальцуется, складывается в нужном порядке последовательности по страницам. И фальцованная уже готовая бумага идет уже в переплетных цех для сборки. Это переплетный цех. Здесь идет финальная подготовка печатной продукции к выпуску. Страницы книги обрезают для дальнейшей сборки. Также избавляются от неровных полей. Твердую обложку приклеивает вручную. А вот книги с мягким переплетом работница комплектует на этом аппарате. Помимо книг в этой типографии печатаются все дагестанские газеты. Представьте себе, 32 страницы в секунду. Процесс полностью автоматизирован. Но сейчас в цехе тихо. Машины приостановлены. Да и работников не видно. У нас вся работа начинается ночью, после 8, после 9. И чтобы утром люди пришли в киоск, посчитали новые свежие новости. Так что, уважаемые читатели, читайте наши газеты. Утром перезавтраком. Более 100 лет назад в Дагестане появилась первая типография. Образованные горцы были очень рады. Ведь книги тогда ценились на весь золото. Мавраев был бы потрясен объемами производства в наше время. Ведь то, что когда-то было роскошью для обычного дагестанца, теперь обыденность.